Матч победителей начинается на карте Nightshade, баня, у которого была заготовка на Golden Wall. В этот раз сам её вычеркнул. Видимо, играть макро на этой карте он всё же не особо хочет. И поэтому, по факту, мы будем смотреть Nightshade, Everdream и, забыв я, что ещё третья. В общем, а, Eternal Empire. Такой, в принципе, совершенно стандартный, относительно стандартный подбор. Ну и относительно нестандартное начало от бани. Такое интересное начало. Он на своей половине карты строит барак, причём в такой позиции, с которой домой лететь к этому бараку совсем недолго. То есть это как бы и прокси, но скорее рассчитанное на обманку, нежели непосредственно на то, чтобы нанести урон. Потому что с этой позиции Reaper улететь далеко, но, видимо, хотя два газа. Ну, ладно, давайте посмотрим. То есть я-то думал, что просто это будет Reaper, домой и всё дальше. CC и стандартный расчёт на то, что партинг будет перестраховываться, не найдя барака. Но тут два газа. Ну, хотя, с другой стороны, если бы не было двух газов, то партинг бы и не перестраховывался. Правильно? То есть теперь он всё равно ставит Nexus, хотя не видит барака. Но кибернетка-то уже до него есть, так что, наверное, партинг считает, что по умолчанию должен отбиваться. Тут он немножко понадоедает своему оппоненту, но у бани факта в итоге дома. Оно-то и понятно. Выезжает пробочка, её тут заперли этой фактой, ну, невелика проблема. Партинг строит зилота, чтобы тянуть время против Reaper. А там Reaper вообще... А, нет, Reaper вернулся домой убить пробку. Я думал, его вообще нет, барак построился и полетел домой. Но нет, Reaper в итоге возвращается домой. Партинг зилота построил лишнего. И, наверное, теперь его просто отправят по большому окружному пути, чтобы пытаться с ним потом напрячь, собственно, командный центр встроящийся. Но баня ЦЦЗ закладывает наверху, так что напрячь его не выйдет. Но надо же что-то с зилотом делать, почему бы и не отправить его вперёд. Здесь лаборатория, реактор на бараке. Вполне возможно, что баня на этой карте будет исполнять пуш с танками. Здесь это... Ну, по третьему Nexus'у удобно делать, по второму неудобно, но обычно по второму и не надо. Robotics ранний у партинга. Интересно будет, если партинг отыграет свой фирменный билд через ранних дизрапторов. Было бы любопытно на это посмотреть. Ну, пока баня заказывает просто Циклона. Ну, Циклон такой довольно полезный юнит, много что контрят. Сталкером. Алекс объяснял как раз вроде в последнем своём секретном агенте о том, что Циклон позволяет Сталкерам не так нагло кайтить этих морпехов с танками, которые идут вперёд. Но в итоге зилот-сталкер приходит. Это всегда неприятный такой момент для Терана. Пробивается вот эта лаборатория. Зилот вцепил Циклон. Не самый лучший выбор, но с другой стороны. Иначе бы Зилот просто его от Сталкера отодвинул. Но, скорее всего, у Циклона мог там и автозацеп прожаться. Партинга ещё два Сталкера идут вперёд. Да, и действительно, тут быстрый Робобей. Но поскольку не Неразим на протасе, то, конечно, колоссов тут пока не будет. Так-то у парсинга уже 36 рабочих. Но я всё равно думаю, что это будет Дизраптор. Посмотрим пока. Минус Риттер. Дизраптор со Сталкерами хорошо стакается. Но колосс, впрочем, тоже прилетел вперёд первый обсервер. Очень важный для этого стиля. Ну и дальше тогда можно будет выходить и ставить третий Нексус. Потому что, наверное, ни один Терран сразу встретив Дизраптора не пойдёт в контратаку. Здесь, тем временем, у Бани делается стимпак. Строятся танки. Да, три Барака. Как бы с ним-то всё понятно. Не первый он Терран на свете, который играет в подобные билды. Ух ты, ошибся я. Колоссы всё-таки ранние. По крайней мере, пока дальность заказана. Чуть-чуть не хватает денег. Бани собирается колоссом отбивать вот этот танковый пуш. Я не знаю. Мне, честно, ну, посмотрим, как у партинга получится. Мне кажется, что Дизраптор полезней. Просто там в чём фишка? Что вот эти вот ползучие пуши с раскладыванием танков, они же очень статичные. То есть это не 150 лимита пехоты, который там разбегается. Ты как попадёшь, непонятно. Если ты попал шаром в танк, значит попал. Мне кажется, что иметь там Дизраптора в призме, они ещё и достраиваются быстрее. Как-то полезней, что ли? Нет? Ну, посмотрим. Партинг выбирает колоссов. Дальность тут критически важна, потому что именно она позволит не слишком близко к танкам подходить. Ну, а минус всей этой истории, очевидно, заключается в том, что у тебя нет абсолютно контратакующих опций. То есть ты играешь макро, сидя дома. Но единственный плюс в том, что Партинг всё это прекрасно видит. У него там разложен обсервер в стиле оверлорда, который всё это дело палит. Сейчас полетит ещё иллюзия. Подтвердит на всякий случай инфу. Ну, а Баня просто доделывает плюс один, конкассы, мародёра. Я не думаю, что тут будет какой-то в ближайшее время третий ЦЦ. Нет смысла, вложившись так сильно в боевой лимит, играть в какой-то третий ЦЦ. То есть это надо идти конкретно пушить. Ну, Партинга заказан уже третий колосс. Тут бустами, видимо, он это дело выгоняет. По мере наличия этих самых бустов. 55 рабов уже. Ну, появляется медивак. И что, дроп полетел? Не знаю, что-то я не понимаю, видимо, в стратегии Баня тогда. В итоге Партинг сам идёт пушить. Он даже, наверное, идёт не пушить, а встречать оппонента. Он же видит, что нет третьей базы. То есть он, наверное, идёт встречать, чтобы кайтить колоссами с дальности. И в таком случае вот этот вылет Баня даже очень даже приходится в тему. Он даёт сканы, видит, что армии дома нет. И идёт ей навстречу. Наверное, шёл-то он раньше. Он сейчас должен раскладываться у себя на возвышенности, разве нет? Баня такое чувство, что какой-то неправильный вывод сделал. В итоге он просто отдаёт на халяву несколько юнитов. Партинг в идеале должен был убедить дроп, но по факту неизвестно, увидел или нет. Да, варп сталкеров нужен домой. Но у него тут не достроились, и и ты не раскрылись. Оказано потихоньку чардж. В тёмной области высаживается Баня. И Партинг пока никак не реагирует, но не заметил он на этом и дела. Приходится уводить рабочих. Армия его очень далеко. На танке подниматься не хочется, но ему не нужно. Он играет три базы против двух. Зачем ему куда-то подниматься? Ну, вот уже на третью базу до варп у него есть. Апсервер, конечно, просто вообще ни разу не наглый. Всё видит в Партинг, видит, что армия стоит дома. Ещё и вот так. Но он просто видел, что танки не разложены. Взял, подошёл, такой забрал. Несколько варпехов. Отошёл обратно. Ну, медивак улетел у Бани. Единственная приятная новость. Ну и что он там пытается? Он даже не заказывает викингов пока. Пошли четвёртый, пятый барак. Третья ЦЦ есть, да. То есть Баня будет пытаться играть медленно. Он просто понимает, что если он попытается пойти этим в атаку, то его будут кайтить. И в итоге дойдёт очень маленькая часть из тех войск, которые вышли. Ещё один скан от Бани. Я не знаю, что он там сканил. Может, он хотел понять, есть ли хай-темплеры. Но Госакадемия у него стоит всё равно. Странно. Что должен был дать этот скан. Но, возможно, он просто хотел увидеть, вернулась туда армия. Или она здесь находится. А Партинг просто возвращал домой реколом только сталкеров. А не все войска. Тот самый дроп вернулся. Но Партинг пока его игнорирует. Партинг просто наламывается на позицию третьего командного центра. Слушайте, не так-то хорошо. И наламывается в целом. Тут викинги в очень классной позиции висят. Это, конечно, микро хорошее от Протаса. В призму он спасает двух колоссов из трёх. Но я не думаю, что он суперкруто разменялся. Особенно учитывая, что ещё 14 пробок дома потеряно. Тут викинги просто должны подходить, забирать призму на пофиг. Вот так, да. Да, несколько их потеряно. Но атака Протаса просто закончилась. Там того стоило. Другой вопрос, как отбиться теперь. Но три викинга по-прежнему есть. То есть этого талого колосса они должны добивать. Поднимает баню третью орбиталку. И, наверное, ждёт гастов. То есть ему нужно дать ЕМП по архону. Дальше какие-то шансы появятся. Сюда циклон с Мэйна приехал. Правильно. Сейчас все нужны ресурсы. Да, он просто полетит в другую сторону. Как будто в другую сторону партинг прийти не может. Партингу туда в хорошую позицию. Идти долго. Скан минус апсервер. У Протаса там делается апгрейд на шторм. Поэтому он вполне готов к переходу в следующую стадию игры. Грейды нам показывают такие необычные для такого позднего тайминга. 1-1 на 0-0. Как вам решение пойти в баню? Решение баню пойти в атаку с рабочими. Что ему дают рабочие? Кажется, не очень очевидно. Теоретически они, конечно, могут какой-то фронт для Дилы под составить. Посмотрим, получится ли это просто против штормов. С другой стороны, если несколько штормов ушли в рабочих, это уже изначально не так плохо. Да, а из СВ баня просто взял всех. То есть он не видит перспектив в поздней игре. Учитывая, что у партинга пошла четвертая. То есть расчет на то, что рабы вот так примут Дилатов. Морпехи их расстреляют. Ну а там как-то гасты дадут какой-то ЕМП. Причем боевые лимиты сейчас даже равны. Все еще. Несмотря на то, что вроде столько всего баня отдал. Но баня 43 СВ пока отдал. Именно армии, видимо, не очень-то и много. Все, разобрался со всеми Зилатами. Минус Архоны. Абсолютно все. Остается у баня очень плотная пачка пехоты. И самое главное, куча медиваков. И сталкеры банально не наносят столько урона. И партинг такой, все окей. Пришло время сильных решений. И я выпускаю Кракена. На самом деле Кракен дал всего по одному дизераптору тычку. Ой, не дизераптору, а мародеру. Дизераптор одного мародера убивает. Ну и появляются на поле боя новые Зилаты. Теперь вместо того, чтобы все убивать, приходится опять их хайтить. А продакшена то у баня нет. Причем у него есть ресурсы. Он просто не нажимает на кнопки. В GG не видит перспектив. Ну, в какой-то момент было близко, но все же не пробивает своего соперника баня. Странная игра. Очень странный билд от партинга. Ну, по итогу, наверное, такой билд действительно должен останавливать подобные танковые пуши. Но не из-за того, что ты сидишь с колоссами дома, к тебе пришли, а ты такой отбился. А именно, то есть так, наверное, со старыми чардж-зилатами можно было. А сейчас скорее здесь ставка на то, что ты просто с их помощью будешь кайтить. Это очень здорово. В итоге из-за того, что баня принял решение лететь в дроп, партингу это и не понадобилось. Но интересная игра, познавательная. А партинг в одной карте от того, чтобы выйти из этой группы с первого места. Партинг был одним из таких приоритетных пиков. Но его не забрали первым. Он шел во втором. Во второй очереди пика на драфте. То есть первым шел баня. Ну и партинг очень хотел в эту группу. Насколько я помню, я очень не хотел в группу D. Оно и понятно. В группу D вообще никто не хотел, учитывая, что там были Maru и Innovation. С Innovation вообще там смешная была история. Но чтобы посмотреть ее, лучше просто откройте запись драфта, если вы его еще не видели. Больше всех мне понравился флегматичный Maru, конечно. Который сказал, что получить свою группу Innovation так рано, это не очень круто. Но посмотреть на его рожу, когда он сюда шел, это, конечно, было бесценно. Оно того стоило. Ладно. Everdream. Что у Байни получится? Здесь все посмотрим. Интересно, да, что против трэпа Байни так круто смотрелся в макро в последнем сете, а партинг как-то его прям... Но это его стиль игры, да, с самого начала. Как-то вот давить оппонента, не давать ему раскрываться в макро игре. Это, наверное, очень полезный скилл для протосов особенно. Ну и у них, пожалуй, для этого больше всех инструментов в ранней игре. Хотя тут, возможно, Блай смог бы поспорить. Но стратегии Блая справедливости ради все-таки зачастую не построены на том, чтобы потом выходить в макро. А вот у партинга это выглядит именно так. Поехала разведка от Терана. Интересно, что он играет с рипером, еще и с разведкой, но хочет понимать, Банни не играет ли партинг в MaxPaxBuild опять. Как, наверное, многие помнят, вообще именно партинг, по сути, популяризовал эту историю. Видео-то про этот билд снимал Бистик Юти, но, в общем-то, я думаю, что не так много людей это видео смотрели до того, как партинг упомянул в интервью. Слово MaxPax. Назвав почему-то этого датского протоса русским, но это уже другая история. Это не очень важно. Единственное, что периодически я знаю, что Алекса спрашивают, Алекс, когда уже дебют MaxPax на короле СНГ? Наверное, как только Россия примет Данию в качестве еще одной своей автономной республики, тогда сразу MaxPax. Да и то не точно, правда. Ну ладно. Не будем эти тонкие темы поднимать. Давайте лучше зафиксируем факт, что партинг снова играет через Twilight. Точнее, не снова, а протас снова играет через Twilight. Вот так будет, вернее сказать. У партинга как раз билд был в первой сети иной. Ну а в этот раз билд у него, кстати, такой, который позволяет сыграть в дроп дарков. Да, и вот видите, мысли протосеков-то сходятся. Мне нравится вообще. То есть партинг, он, наверное, ближе всего по стилю игры к тому протасу. Ну то есть как я сам пытаюсь играть за протаса. Понятно, что я все делаю намного хуже, но вот эти сами его решения и дизы всякие, он очень прикольно, конечно, все делает. И в голове, и зачастую в исполнении. То есть он, несмотря на то, что какое-то время у него был имидж такого дурачка, знаете, деревенского, который на драфтах там перед всеми унижается и тренируется на американском ладдере 5200, по существу-то партинг очень мощно играет на турнирах. Уже не первый год, то есть он прям молодец. Если, главное, на его стримах звук не включать, то это в остальном производит очень солидное впечатление. Что касается Банни, то у него там третий командный центр, он готов играть макро-шмакро. Ну у него будет, по крайней мере, много сканов, но готов ли он к дропу дарков, это очень интересный, конечно, вопрос, потому что так играет в матч-эпе против Терана очень редко. На GSL случается всякое. Ну Банни единственное, что он хорошо готов конкретно к призме. Нам показывает, что у него пошла инженерка. То есть он там когда-то в третьем поколении сможет построить турель. Но партинг уже заварпал дарков. Он даже может лететь на циклона, потому что ему надо просто высадить дарков. Да, дальше он создаст себе пространство. Приходит дарк на натурал, делает тычку. Но тут, конечно, партинг не домиклил, серьезно. Отдает двух дарков на одном скане, это грубая ошибка. А Банни-то сканы сохранил. Интересно, будет ли партинг пытаться продолжить, пока у него просто рыбобей. Похоже, что нет. Заказан блинг. Партинг смирился с тем, что фишечка не зашла. Что там уже сейчас будут построены турели. Наверное, расчет был на то, что он, если что, из-под скана дарков эвакуирует. А это так и должно было быть. Но просто партинг ошибся, слишком далеко отвел от циклона призму. Ну и дальше партинг начинает СОС-овские приемы использовать. Ставят прокси третий Нексус, чтобы оппонента и запутать. И не дать ему так линейно пушить, как ему хотелось бы. То есть через третью базу, да? А сам будет по мере возможности контролировать карту блингсталкерами. Банни же, в свою очередь, просто пытается получить достаточно боевого лимита. Ну а здесь колоссы пока что без дарности. Ну, партинг, конечно, это упущение исправит. Просто пока у него по ресурсам не очень хорошо. Ну, хоть это и нелогично, но в Старкрафте юниты, которые уже появились на поле боя, тоже получают улучшения, которые были доделаны позже. Им, так сказать, накатывают апгрейд, апдейт на биос. Да, и после этого они могут использовать процессоры с большей дальностью атаки. В частности, колоссы. Представляете, да, если бы только новые юниты выходили с плюс один, например, а старые все еще были бы не апгрейджены. Но, наверное, это была бы какая-нибудь другая игра, где еще надо сначала вырастить свинью, потом содрать с нее кожу, потом ее обработать, потом сделать доспехи, а только потом можно было бы, предварительно добыв металл и построив кузницу, сделать мечника, а про гауссовые винтовки морпехов тут и вообще речи пока не идет. Такие игры есть, и я знаю, что многие люди получают от них удовольствие. Ну, мне как человеку, чей путь в стратегиях начался по большей части с Дюна 2 и потом сразу с Старкрафт, не очень близка эта концепция. Даже в цивилизации все будет чуть менее детально, пожалуй. Улетает баня с третьей базы, а потому что он сканет и не понимает. То есть он думает, что Тос сидит чуть ли не на двух, и его, соответственно, сейчас улыново кушат. Вот в этом плане Прокси, конечно, сейчас очень сильно обманывает оппонента Прокси Парцинга, потому что баня просто не имеет адекватной картины того, что происходит. И да, в каком-то идеальном мире ты просто отправляешь разведку и все находишь. И, кстати, баня так и делает, у него там что-то. Но это что-то не доехало. И баня просто дает скан, да, и видит Прокси. Теперь ему все ясно. Теперь он опять летит третьим командным центром. Но там к нему на мейн летит Призма. Спасибо замечательной карте Everdream, где вот эти мейны настолько открыты. Но Парцинг-то к этому готов оказался. Почти. Один красный медивак может быть доберется, может нет. Вард сталкеры не достают. Наверное, Парцинг сейчас блинкнется ими просто на мейн. Да, а баня, по-моему, две турели на мейн поставлю, чтобы справиться с потенциальной Призмой. Да, так и есть. Ну, значит, он тоже готов, значит, оба молодцы. Ну вот можно вычеркивать Everdream и ныть, а можно просто готовиться к трупу. Кстати, Призму там вообще могут перехватить, потому что есть Викинг, да. Парцинг прикол нажимает, прилетает второй Викинг и... Нет. Буквально там, пока летела ракета, могла еще Призма улететь. Парцинг чуть-чуть долговато думал. А может у него энергии не было, мы знаем. Но было бы неплохо. В смысле, красиво было бы, если бы он ее вернул. Неплохо это было бы для Протаса и плохо для Терана. Уж не знаю, за кого у нас больше болеют наши зрители. Тем временем, Госакадемия. Баня. Ну, для него-то как бы довольно линейно все. В плане состава армии. Особенно учитывая, что соперник ничего сверхъестественного не делает. Но вот если было бы больше Дезрапторов, наверное, Баня попытался бы раньше выйти в Либератор. Мне кажется, других особо развилок и нет. У Терана против Протаса. Если уж Теран выбрал играть в Био. Естественно, рано или поздно это должно было произойти. Парцинг отдает свою прокси-базу. Он там довольно много успел выкачать ресурсов. Ну и, собственно, теперь у него есть другая, третья. Ему, видимо, нужна стандартная, четвертая. Баня ставит сенсорку. Новый ЦЦ. И пока что никуда не спешит. Не спешить против Протаса. Это, конечно, всегда немножко спорная практика. Учитывая, что в игре появляются штормы. И если это Протас с прямыми руками, то вы их так легко не заемпешите. Потому что будут Темплеры прятаться в призме. Но, с другой стороны, а что делать-то? Нельзя же играть из установки, что в лейтгейме выиграть ты не можешь в принципе. Поэтому Баня просто готовится к лейту. Делает грейды на пехоту. Делает грейды на атаку по воздуху. Ох, как Парцинг красиво здесь. Отыгрывает. Пытался. Забирает медивак. Но в итоге Зилы-то очень вовремя подошли. Так что и против пехоты Парцинг хорошо стоял этой армией. Ну, здесь уже слегка перебор. Но, учитывая, что пришлось Терану... Ну, вернее, не пришлось. А решил Терану отдать ЕМП. Я думаю, что Парцинга это все устраивает. Он действительно начинает добавлять дизрапторов после трех колоссов. И так вот превентивно штормит все. Но после этого надо нападать. Иначе какой смысл? Он отдал призму и всех Темплеров. Что-то я не понял. Мува Парцинга. Но он, видимо, просто не хотел, чтобы на него уже сейчас напали. Вот еще пара Темплеров есть. Мощно маним Парцинга. В смысле, прогулялся под штормами. Но проблема в том, что у него же там медиваков, как у дураков Антика. Они восстанавливают этот урон. Шикарная позиция Терана. Я не понимаю, куда лезет Парцинга. Парцинга тоже не понимает. Он просто отходит. Но у него скоро будут дизрапторы. То есть у него не так, чтобы все прям ужасно плохо. Четыре либератора появляются тем временем. Они зонят просто от забегания, мне кажется, в первую очередь сейчас. То есть Банни понимает, что в лоб у него и так нормально все. Да, Пронто сможет тут что-то отснайпить. Кстати, не разложенный. Сервер четко показывает нам, что Парцинг не обузит F2. От скана он пытался в сервере увести скорость игры и реакции. Но Викинг все равно его сбил. Хорошо сражается Банни. Боевой лимит у него равный. Но вот он прям доминирует в сражении за счет ЕМП и Викингов. Очень здорово у него это получается. Ну а Парцинг контратакует очень неплохо. Соответственно, его армии здесь сейчас меньше. Но у него есть шторма и колоссы. И дизы. Сейчас посмотрим. Банни готов получить орден Тарсена. Да, вы все приглашены на вручение. Кстати, форма одежды официальная. Или формальная, как это называется. Уже я забыл. Давно не читал должностных инструкций. У меня дома форма одежды, естественно. Трусы и футболка бы. Ладно. С помощью дизов очень неплохо тут отбивается Парцинг. Это по-прежнему есть у Банни Викинги. Он разбирает всех колоссов. Однако есть Довар. Проблема в том, что Банни уже на натурале начинает терять рабочих. Вот у него здесь появляется подкрепление. ЕМП по зилатам. Но, по-моему, тут даже... Ну, Парцинг просто отправляет их на третью базу. Ему не нужна пехота. Ему нужна экономика. Но у него нет времени прокликивать. Поэтому зилаты все равно через атаку в пехоту вгрызаются. В Банни есть планетарка здесь. На нее нападать... О! Я бы взорвал зилатов обязательно. Парцинг без этого обходится. Дизрапторы не очень много прям дают по зданиям. Поэтому, наверное, на планетарку нападать пока смысла нет. Нужен как-то серьезный урон. Дарки или имморталы. У Парцинга был Блинг Даркам в продакшене. Наверное, вы увидели. 75 рабочих у него. У Банни 56, но есть мулы. Парцинг снова восстанавливает базу слева сверху. Интересный выбор. Мне казалось, что логично. Но там просто это все так далеко от всего, что, наверное, он решил, что можно там на халяву поставить Нексус. Хотя мне кажется, что в нижнюю часть карты уже лучше было ему идти. Ну ладно. ЕМП прилетает во все. Но пока что все равно не может Банни сражаться из-за дизрапторов. То есть такое количество дизов они, в общем-то, бесконечно могут посылать сферы, по сути. Поэтому нужны уже либераторы, чтобы их зонить. Вот они пошли. И тюжин-кор для них пошел. Прицели сферы. Кого-то они там попадают. Оп! Вот это было сочно. Но Парцинг все равно вынужден отходить. Банни вцепил пару дизрапторов. Минус апсы. Да, важно сбивать все время этот вижн. Говорят, там еще вроде было два Даркшрайна. Парцинг вполне мог просто забыть, да, что он поставил один Даркшрайн в начале игры. Что он вообще через дарков тут играл. И поэтому сделать второй на автомате. Ну а теперь мы посмотрим практически фирменный прием. Еще бы дарков штук 10. А, нет, он не будет снайпить орбиталку. Он будет убивать рабов. Рабиталку придется поднимать урон у дарков. Просто сумасшедший, естественно. В этом их и фишка. И просто на блинке они уходят. И здесь Банни недоконтролил. Минус огромный пак пехоты. Еще два шара просто превентивно полетели. Очень красиво партия. На два фронта здесь сбивает медиваки. По-моему, просто вот в эти несколько секунд он выиграл игру. Лимит 180 на 120 внезапно. Медиваки он сбил. Два полных медивака. Сейчас он опять заблинкается. И здесь, видимо, просто все убьет. Там есть дизы, но как раз против... Ну не дизы, а либераторы. Против них как раз есть сталкеры. Под аркам еще и нет. А, там скан не нужен, потому что есть турель. Здесь Банни успел от дизов спрятаться в медивак. Но либераторы снайпятся прямо под планетаркой. И шары просто выбивают к чертям всю экономику. Банни у него остается 24 СВ-шки. И здесь погибает командный центр. И Банни пишет. GG, партинг с первого места в плей-офф. Партинг, который рассказывал, что да я вообще никуда не выйду. Да берите меня в эту группу. Смотрите, какой я никчемный. В очередной раз выходит в плей-офф GSL. В очередной раз будет рваться. Куда-то к финалам. Пока партинг был в финале лишь однажды. Но, наверное, сложно упрекать его за то, что он тогда не победил. Потому что соперником был, насколько я помню, лайф. И у этого человека в финалах в принципе не так много поражений. Ну, а партинг, конечно, большой молодец. Сегодня сыграл очень здорово, красиво и разнообразно. Именно поэтому за ним всегда интересно смотреть. За него всегда интересно болеть. Потому что партинг действительно показывает очень разный StarCraft с одной стороны. С другой стороны очень такой свой качественный фирменный StarCraft. Ну что ж, у нас теперь... Мы просили нам подключить англоязычный голос на интервью. А нам вместо этого отключили даже оригинальный. Ну, ничего, значит, не поделаешь. Уходим на перерыв до матча проигравших. Вставляем пока антиспойлер для тех, кто будет смотреть в записи. И дальше у нас в программе противостояния Трэпа и Су в матч проигравших в лузер-матч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok